Значит, мы остановились в 49-ю, да, главу? Значит, 50-я глава говорит о сопротивлении отроку Господнему. Сейчас мы говорим о 50-я глава. 49-я просто отрок Господень, да, свет народа? Значит, отрок Господень, свет народа, да, 49-я глава. Хорошо, тогда запишите себе, кто не записал, запишите себе, что 49-я глава, мы сейчас этот раздел по главам разбираем. 49-я глава говорит об отроке Господнем, который является светом народа. И 50-я глава говорит о сопротивлении отроку Господнему. Значит, Значит, с 51-й главы 1-го стиха по 52-ю главу 12-го стиха говорится об утешении Господнем к Сиону. Утешение Господня Сиону. 51-я глава с 1-го стиха по 52-ю главу 12-го стиха. Интересно, в 51-й главе, вот если, ну, оглавление, знаете, как в главе идет? Называется «Ободрение для ищущих Господа», видите? Значит, записали, да, с 51-го главы 1-го стиха по 52-ю и 12-го стиха, это «Утешение Господня Сиону». С 52-й главы 13-го стиха по 53-ю главу 12-го стиха, это «До конца 53-й главы». До конца 53-й главы, да. 52-13, 53-я глава полностью. Здесь говорится об отроке Господнем, который является искупителем народа. Ну, это одно из самых, наверное, известных пророчеств, да, 53-я глава, из мессианских пророчеств. 54-я глава, который отрицается иудеями сегодня, как мессианское пророчество, но одно из таких, скажем так, основных, да, христианских, мессианских пророчеств. 54-я глава говорит об отроке Господнем. 55-я глава. Свободна предполагаемая милость. Свободна предполагаемая милость. Давайте первых три стиха прочитаем. Какой? 55-я глава. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша донасладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Ну, о чем здесь говорится? Бог говорит, что придите, послушайте, да? То есть в очередной раз, да, Он говорит о том, что приходите, послушайте, и в результате чего получите милость. Значит, 56-я, 58-я глава. 56-я по 58-ю главу. Здесь происходит противопоставление праведности и порочности. Противопоставление праведности и порочности. И, наверное, такая более известная глава, это 58-я, да? Знаете, о чем написано, да? Я просто знаю, что часто, часто цитируемая, да, глава о посте, да? Что перед Богом является настоящим постом, да? Вот. Значит, 59-я глава говорит о покаянии преступлений народа. О покаянии преступлений народа. И 59-я глава очень известными, как бы, являются первых два стиха, да? Прочитайте. Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвощают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Говорится о том, что проблема, да, в том, что Бог не слышит, или Он не помогает, не в том, что Он не может, а проблема в грехах, да? Которые разделяют Бога с человеком. Дальше. Значит, о славе. Это 60-й по 66-ю главу. Слава. Слава. Значит, 60-я глава говорит о будущей славе Сиона. Будущая слава Сиона. Интересно, что есть на эту главу, есть Псалом, который поют на Хануку. 60-я глава. Нет, нет, это не ищите в Салмах. Вообще есть как бы, ну, песня, в смысле, есть песня, которую поют на 60-ю, на основе 60-й главы написана была песня, которую поют на Хануку. 61-я глава говорит о благовестии и спасении. А чем она известна? Да. Чем эта глава известна, скажем так, для христиан? 61-я. Да, совершенно верно. Иисус пришел в синагогу, да, открыл место из Писания из Исаии 61-го и прочитал его, как пророчество о себе. 62-я глава говорит о восстановлении Сиона. Здорово. 62-я глава говорит о восстановлении Сиона. Ну, здесь вы, наверное, все знаете эту песню, да, которую поют на основании 62-й главы. Ну, во-первых, на стенах твоих Иерусалим есть такая песня, да? И есть песня, как на первые стихи написано. Не умолкну ради Сиона, ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его и спасения его. Слышали, да? Ну, там пояса, Сиона ради я не умолчу. Может быть, так слышали вы. Это на основании 62-й главы написана песня. 63-я глава говорит о гневе к Господням на народы. На народы. Народы, да. 64-я глава является молитвой о милости. 65-я глава наказания грешников. 65-я глава 17-го стиха по 66-ю главу 24-го стиха говорится о новом небе и новой земле. 65-я глава 17-го стиха по 66-ю главу 24-го стиха говорится о новом небе и новой земле. И где мы знаем еще говорится о новом небе и новой земле? В Откровении, да, совершенно верно, в 21-й главе. Еще на что мы обратим внимание, это стихи 66-й главы с 15-го по 24-й. Давайте их прочитаем. «Едят свиное мясо, все погибнут, говорит Господь, ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамения и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, в Пулу, в Луду, к натягивающим луг, в Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. И они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также и в священники и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть перед лицом моего на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Вот интересно, что вот эти вот последние стихи этой главы, ну или книги уже, да, можно сказать, они где-то вот напоминают начальные стихи с первой главы, с первого стиха по двадцать шестой. То есть они где-то вот в своей теме, они как бы схожи. Да, первая глава Исаии, то есть можно сделать вывод определенный, что с чего как бы Исаия начинает, то тем же он и заканчивает. Ну, не дословно, но по смыслу. Прочитайте, пожалуйста. С первого по двадцать шестой. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, и Офама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями. Племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Вот во что вас бить еще, продолжающие свое упорство. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные ее леем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Савов не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморе. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я присвящен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. И крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячья ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят. Как сделалась блудницую верная столица, исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорьею. Вино твое испорчено водою. Князья твои законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев. О, удовлетворю я себя над противниками моими и отмщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе. Город правды, столица верная. Интересно, что просто вспомнил историю одну. Пришел я как-то к одному еврею на посещение поговорить, засвидетельствовать ему и так далее. Зашел я, начал разговор, спросил его, что он думает об Иисусе. И он стал так небрежительно говорить, в такой негативной форме. А он вышел, был одет почти в трусах. И его тело, оно было полностью покрыто псориазом. Причем такое состояние уже было, знаете, такие аж прямо кровавые, такие уже, знаете, как мясо видно. Такое состояние. А я перед этим читал, вот как раз размышлял над первой главой книги про Рока Исаии. И как-то так читал, что мне прямо вот эти стихи, они как бы всплыли в голову. И я прямо процитировал из этой главы, что во что вас бить еще? Я говорю, продолжающий свое упорство. Вся голова в язву, и все сердце исчезло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Я протестировал ему это место из Писания. И говорю, вот Бог говорит по отношению к еврейскому народу, по отношению к вам. Я говорю, лично. Говорит о том, что что еще как бы в твоей жизни должно произойти для того, чтобы ты понял, кто есть на самом деле Бог и кому надо поклоняться, и кому надо служить. Это было тогда таким вот, ну, для меня тогда было таким каким-то особо живописным таким, знаете, вот именно. Я только прочитал первую главу книги Исаии, так еще над ней посидел, хорошо так поразмышлял. Он как-то так, ну, как говорится, сдулся. То есть мы поговорили еще, я там помолился за него, но... То есть он не принял. Но во всяком случае, вот это какое-то у него такое превозношение, вот это, оно куда-то так, знаете, делалось сразу же. Сдулось, да. И была такая же самая история наподобие, когда мы проводили евангелизацию в Узбекистане, в Ташкенте. Мы посещали людей там по квартирам. И, короче говоря, пришли в один дом, стали разговаривать с человеком, а он оказался полковником милиции. Еврей, полковник милиции, ведет кафедру, ну, типа институт какой-то милиции, или что-то такое, академия какая-то. И знаете, когда мы выяснили, что он полковник милиции, первое, конечно, у нас здесь внутри все замерло. Ну, потому что мы понимали, что он сейчас может позвонить, и нас просто арестуют. Ну, потому что деятельность миссионерская в Узбекистане запрещена. Но интересно было то, что мы начали ему свидетельствовать, и, знаете, он вдруг сказал, я много лет болею псориазом, говорит, и эта стадия как бы все ухудшается, ухудшается, и ничего, говорит, не могу, говорит, сделать. Говорит, любые лекарства, там пробовал мази и все остальное, как бы ничего не меняется. И я ему говорю, ну, давайте мы за вас помолимся, я говорю, потому что то, что не может сделать человек, Бог в силе того, чтобы что-то сделать, я говорю, вплоть до того, что просто исцелить вас от этой болезни. И я рассказал ему историю о женщине, которая страдала 12 лет кровотечением, и как она прикоснулась к Иисусу, в результате чего она получила исцеление и освобождение от этой болезни. И он такой, так как-то даже, знаете, воспрянул человек духом как-то. Мы помолились тогда за него. Ну, исцеление не произошло как бы мгновенно. Но человек, который меня к нему привел, пожилой один еврей, верующий, он сказал, что он потом его впоследствии посещал. И этот человек покаялся. Я не знаю, как бы дальнейшей судьбы его, но в всяком случае вот такой был результат. Не знаю, уехал в Израиль потом. Покаялся и уехал в Израиль. Как бы дальнейшей его судьбы не знаю. Так что, знаете, сказанные слова пророкам Исаии тогда, они сегодня также самые актуальные. Все описание, да, конечно, актуально сегодня также. Следующее я хотел бы, чтобы мы с вами рассмотрели видение, которое Исаия видел в 6 главе. Да, можете записать пророческое видение, или можно назвать его как призвание к служению пророческому. Ну, честно говоря, как бы существуют различные мнения, даже ведутся споры по поводу того, было ли это призванием, или не было это призванием. И если это было призванием его к пророческому служению, то почему тогда оно помещено не в первой главе, а почему оно вставлено в 6 главе? Ну, я сейчас говорю о том, что здесь ведется как бы какой спор в отношении того, когда же было все-таки призвание Исаии. То есть было ли вот 6 глава, это в действительности призванием его к служению. Ну, скажем, традиционное мнение, что в действительности 6 глава является призванием Исаии к служению, да, именно пророческому служению. Давайте для начала прочтем 6 главу. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его». И поколебались вверхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубелось сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я, «Надолго ли, Господи?» Он сказал, «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней, и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Хорошо. Вот сейчас мы поработаем, знаете, вот как будем проводить исследования по этой главе, да? Ну, во-первых, когда было это видение? В год смерти царя Озии, да? И я уже говорил, что это был 740 год. И знаете, некоторые комментаторы, они говорят о том, что здесь есть как бы причинно-следственная связь. В том смысле, что я уже как бы упоминал это, но я еще раз повторюсь, что Исаия до этого момента, он видел до этого момента, пока он не видел это видение, да? Он видел тоже славу, великолепие, ну, такую, знаете, земную. Славу, великолепие царского двора. То есть он видел все то, что мог сделать человек, да? И то славу и величие, которое мог дать человек. Вот. То есть будучи песцом, да? Мы говорили, описывая жизнь царя Озии, да? Он в действительности жил при дворце и все это видел. Но в результате смерти царя Озии он теперь увидел что-то другое. Что он увидел? Ну, не царство Божие, а что он увидел? Славу Божию он увидел, да? То есть и можем даже сделать больше вывод, что он увидел самого Бога, да? Предположительно, как вы думаете, где происходят все эти события? Ну, это логично, да, что это было в Иерусалиме. Где еще? Ну, вот само видение, где оно происходит? В храме. В храме, да, вы правы. Что-что? Ну, то есть мы видим здесь что? Жертвенник, да? И серафимов. То есть мы можем представить себе, что, ну, то есть это не говорит о том, что Исайя находится в храме физическом, вы понимаете, да? Но пребывая, ну, получая это откровение духовное, да, в Духе, он находится в храме Божьем. Понятно, да? То есть не где-то в каком-то месте, да? Но мы четко можем понять о том, что он в действительности находится в храме Божьем. И не просто даже в храме Божьем. А как вы думаете, где? Во святом святых. Почему? Потому что шихина, слава Божья, пребывала именно в этом месте, да? И мы знаем, что Писание говорит, что Бог открывался именно во святом святых. То есть Ветхий Завет говорит нам о том, что Бог в этом месте во святом святых присутствовал постоянно. Хотя некоторые утверждают, что это было по временам, то есть что он приходил, потом как бы уходил. Но многие утверждают, что все-таки присутствие шихины, славы Божьей, Бога во святом святых, оно было постоянным. Что еще мы можем отсюда вынести? Какие мысли? Смотрите в шестую главу. Давайте будем идти по Писанию. Подождите, подождите, вы далеко ушли. Давайте вот еще с первого стиха посмотрим. Что в первом стихе мы видим? Значит, вот мы видим, во-первых, то, что мы уже сказали, да, что события происходят где? В храме. Видите, да? Он видит Господа, да? Смотрите прямо в стихе, рассказывайте, что вы из этого стиха, вот как бы, вот то, что там написано. Для того, чтобы понимать, что описывает Исаия. То есть он видит Господа, да? Что дальше? Бог сидит на престоле, вы видите, да? То есть это показывает, что Бог является кем? Царем. Престол. Престол – это то, что принадлежит царю, понимаете, да? На престоле может сидеть кто? Только царь. И вот здесь вот есть эта параллель, да, что умер царь земной, Исаия видит царя небесного, да? Царя царей. Тот, который сидит на престоле. И что еще можем здесь, как бы, увидеть? Да, то есть, что он высок и превознесен, да? Царь царей. Хорошо, сделаем это заключение. Что еще? Интересно, что в этом же первом стихе еще, посмотрите. Края рис, посмотрите. Наполняли его весь храм. То есть, весь храм был наполнен им. Понимаете, да? Что во втором стихе? Значит, во втором стихе он видит Серафимов, который находится в каком положении? Влетает. Да смотрите просто внимательно, что там написано. Вокруг него стояли... Просто посмотрите, и там все написано. Не ищите сквозь строк, а смотрите просто, что там написано. Значит, во-первых, что здесь написано? Что Серафимы стояли вокруг него, да? Вокруг кого? Бога. Как выглядели эти Серафимы? У каждого было по шесть крыл, да? И описание, да? Для чего служили эти крылья, да, у них? Двумя они закрывали каждое лицо свое, двумя закрывали ноги свои, и двумя они летали. И чем занимались эти Серафимы? Третий стих уже говорит. Заметьте, очень интересно. Они говорили это друг другу. Видите, да? Продолжение следует...